Всем привет дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. В этом видео я расскажу об отеле Four Seasons Conrad, который находится в бухте Думхай, прямо рядышком с отелем Guest House. Что хочу рассказать про этот отель. Этот отель недавно появился у туристических операторов, практически у всех туроператоров он стоит в продаже, кто-то его устанавливает как отель 4 звезды, кто-то как отель 5 звезд категории. Я сейчас специально приехал на Хайнань, с целью лечения, подлечить свою маму, приехали вместе с мамой уже к тому же врачу. И собственно мы остановились вот в этом отеле, потому что отсюда как раз не очень далеко на самом деле добираться до госпиталя, можно здесь сесть на автобус напрямую доехать или на такси. Ну и естественно я остановился в нем специально, чтобы самому понять, что это за отель, какие здесь номера, чтобы не было, как говорится, показушной истории, а было все как по-настоящему. Вот такой у нас корпус, посмотрите, я обязательно вам сейчас покажу территорию, уже сегодня я снял для вас завтрак, покажу какое здесь питание, питание мне очень понравилось, причем замечу для многих любителей, скажем, чая или кофе, здесь все как положено, хороший чай и хороший кофе, стоит кофемашина. Так что пойдемте посмотрим, смотрите сейчас завтрак, обзор номера и конечно же обзор территории и в конце ждите резюме. Ну что, давайте посмотрим, какой здесь завтрак. Завтрак здесь шведский стол, соответственно, на нем, естественно, представлены все блюда, начиная от фруктов, заканчивая, естественно, горячими какими-то. Давайте покажу в отеле, как проходит завтрак, чтобы у вас было представление о том, как здесь кормятся. Ну, надо завтрак посмотреть, вот есть овощи, фрукты, жарят яйцо, есть яйцо, как говорится, жареное, есть омлет, есть просто круглые яйца. Есть бекон, сосиски, здесь у нас хлеб, булочки, как видите, десерты, что еще можно показать. Вот есть китайское меню и, соответственно, также у нас здесь есть супчики готовят, вот их можно уже сразу показать, бульон, как обычно разные наполнители, сок и так далее. В общем, хороший шведский стол, полностью отвечает четырехзвездочному отелю, четырехзвездочному запросу, а не так, как в трехзвездах, допустим, в отелях, как по соседству. Так что все очень хорошо, вкусно, я считаю, очень достойно. Ну и здесь, как видите, есть полноценные кофемашины, где можно пить кофе, это многие, кстати, туристы спрашивают, и почему нет нормального кофе. Вот, пожалуйста, нормальный, сваренный кофе. Друзья, ну вот сейчас я вам покажу номер в отеле Four Seasons Конрад, так что пойдемте посмотрим, как он выглядит, а то было много слухов, разговоров. Заходим. Ну, смотрите, как обычно, заходим, здесь у нас коридор, вот такая ванна представлена, здесь есть туалет, душевая кабина, кстати, это наш номер, мы в нем живем, и какой-то специальный номер, вот мы у него приехали. Ну, соответственно, здесь есть вот такой шкафчик, как видите, есть сейф, есть халаты, вешалки и все такое, да, то есть все принадлежности есть, только разложим. Ну, и, собственно, вот мы живем в таком номере, где две раздельные кровати, как видите, то есть большие, широкие, все чисто, вот такая красивая картина. Здесь, как обычно, фишка китайцев прозрачное окно, видите, даже две раковины есть, и, соответственно, можно, в принципе, закрыть, это небольшая, это вообще никакая не проблема. Ну, естественно, здесь телевизор плазменный, есть рабочая зона, есть, естественно, балкон, балкон здесь есть, и вот такая достопримечательность на нем есть. Это, конечно же, ванна на балконе. Очень классно, кстати, вчера я прилетел, когда уже было поздно, совместил, как говорится, приятное с полезным, принял ванну и поотвечал на заявки своих дорогих туристов, то есть вас, вот. Соответственно, вот у нас вид на город, здесь открывается вид, как видите, на реку, то есть здесь стоят корабли. Кстати, здесь вот такой, здесь очень удобный лежак, в котором можно тоже отдохнуть хорошо. Также есть балкончик с подсветкой и так далее. В общем, посмотрите, вот такой у нас здесь вид, вот такая у нас, скажем, комната, такой номер, я считаю, очень хороший. И, например, такой оператор, как Annex Tour, у себя вообще поставил только 5 звезд, на самом деле это 4 звезды. Ну, в целом, скажу, уровень, как бы, хороший, 4 с плюсом бы я даже поставил, даже не просто какая-то слабенькая четверка. Так что, все чисто, никаких посторонних запахов нет, водичку здесь оставляют, так что очень хороший вариант, очень хороший. Пойдемте смотреть территорию. Ну, смотрите, мы заходим в лобби, в лобби у нас, в общем, все как обычно, то есть здесь у нас зона ресепшн, и дальше, соответственно, идут номера на этажах, и также здесь есть своя собственная территория и бассейн. Сейчас мы с вами выйдем на территорию данного отеля, и сейчас вот сразу нас встречает такой симпатичный водопад, вот позади меня как раз он находится, как видите. Здесь можно пофотографироваться, кто-то любит, и пройтись по территории. И, несмотря на то, что отель находится, скажем, в городской черте, вот эта вся зелень, да, звуки воды создают ощущение, что ты находишься не так уж и близко в городе и не совсем в городской черте. Здесь вот как раз можно быстро обойти всю территорию, такие зеленые стены, и сейчас с вами выйдем к бассейну. Позади меня завтрак, в этом месте проходит, и я хочу выйти вот на такие обзорные площадки, они здесь есть, здесь хороший вид открывается именно на панораму города, можно специально вот сюда подойти, подняться, полюбоваться видами. Вот это у нас Санья, сам город, отсюда даже виднеется, как вы видите, дома, деревья. Ну и позади здесь получается у нас бухта, да, Дунхай, то есть вот здесь начинаются отели, уже вот верхушку видно отеля Бахонг, Гавайи, то есть, ну, в общем, здесь все рядом, как вы понимаете. Ну, до моря, конечно, придется прогуляться, потому что достаточно неблизко, ну, наверное, и здесь лети пешком минут 20. Если у кого, скажем, ноги болят или не может так долго ходить, наверное, отель нужно выбирать поближе к морю, потому что здесь будет немного напрягать ваши походы. Ну, или ездить на такси, который составит 10 юаней до пляжа. Вот, кстати, для ориентира, вот прямо-прямо, видите, да, как раз показываю, это отель Century Grand, он еще чуть дальше, это как раз я говорю людям, тем, кто хочет совместить городской отдых, вместе, скажем, таким купальным, да, то есть вы вышли, прогулялись, покупались, вернулись, и у вас рядом как раз город, город Саньябэй, где вы можете ходить и гулять. Ну что, давайте все-таки пройдемся дальше по территории, кстати, смотрите, уже загорается подсветка, я специально пошел вечером, чтобы показать, что этот отель выглядит не только вот при солнечном свете, но и при вечернем. Сейчас с вами идем по территории и как раз подходим к бассейну, это, наверное, конечная наша точка, и после чего я вам сделаю резюме по отелю, скажу свое мнение, ну, что-то вы уже сами поняли, вот у нас здесь такие бассейны, то есть здесь вот один, как понимаю, детский для малышей и для людей постарше, сейчас я вам покажу. Ну вот, дорогие друзья, мы пришли с вами к бассейну отеля Four Seasons Conrad, бассейн, считаю, достаточно большой, как вы видите, есть как глубокая зона, так и, соответственно, есть зона для детей, и там еще дальше есть совсем маленький мелкий бассейн для совсем малышей. Вид здесь тоже, скажем, такой открывается а-ля Infinity, да, то есть можно посмотреть прямо из бассейна на город, поэтому считаю, очень хороший вариант. Ну что, дорогие друзья, готов вам сделать свое резюме по данному отелю. Скажу первое так, отель реально соответствует своим звездам, четверка точно твердая, поэтому по отелю точно, скажу, очень хорошие номера, очень хорошее расположение, в плане, ну, если вы любите соединять городской отдых и морской отдых, то есть удобно выйти как до города Саньяблиска, так и до бухты Дадумхай, до ее центра. Отмечу особо по номерам, номера очень хорошие, качественные, с отделкой под дерево, как увидели, а с душевой, с ванными на балконе, есть балконы, то есть, соответственно, чистое, все, без пятен, как у нас люди любят отмечать, белье, все в этом плане хорошо, полотенца, халаты, все принадлежности, сейф, все отлично. Что касается завтрака, завтрак, считаю, очень хороший, вполне, даже, скажем, адаптивный, несмотря на то, что очень много китайцев в отеле для русскоязычных людей, почему, потому что есть как кофе, так и нормальный черный чай, например, есть выпечка, круассаны, ну, как обычно наши, жареное яйцо есть, есть колбасы, есть бекон, то есть, в общем, фрукты представлены. Я считаю, вполне очень хорошие, сегодня не было никакой вопросов на тему того, что позавтракать, да, чем накормить, там, свою маму, да, и меня в том числе. Было все, все, что необходимо, даже, может быть, больше, чем необходимо. Поэтому по завтраку твердая пятерка, вообще вопросов по завтраку здесь нет. Соответственно, что касается территории. Территория небольшая, как таковая, но и не такая уж и маленькая, да, то есть, есть зоны различные, то есть, есть лобби, да, то есть, есть, ну, часть, куда там подъезжает, понятно, такси, и вот такая вот своя территория за отелем, с видом на город. Где расположены достаточно, скажем, два таких, можно сказать, соединенных бассейна, еще один детский. Также я уже отмечал, здесь есть фитнес-зал. Поэтому, что хочу сказать, хороший, классный отель, очень рекомендую. Рекомендую тем, кто любит гулять, ходить, да, кого не напрягает небольшая дорога на море. Это однозначно очень хорошая четверка, я бы сказал, она точно выиграет по питанию, по номерам. Например, такие отели, как South China, Южная Китая, или River Garden, ну, вот именно по качеству своему, да. Поэтому очень рекомендую в этом плане такой вот отель. Ну, что, дорогие друзья, напоминаю, что я занимаюсь продажей и оформлением туров на остров Хайнань. Все это можно сделать официально и просто. Для этого нужно всего лишь оставить свою заявку ниже под этим видео. Там я оставил свой прямой WhatsApp, а также ссылка на сайт. Смело переходите, оставляйте заявку свою и не переживайте. Все будет четко, как надо, все порекомендую, расскажу, какой вам нужен будет отель. И, естественно, оформим все, как положено. Ну, что, дорогие друзья, смотрите мое следующее видео. Спасибо, что ставите свои лайки, комментарии. Очень приятно получать ваши отзывы и, соответственно, ваши же заявки. Отправляйте вас сюда и получать обратную связь, как вы здесь классно отдыхаете. Ну, что, увидимся в следующих видео. Пока, до встречи. Пока, до встречи. Пока, до встречи. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...